Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте дорогие друзья, сегодня у нас на канале Петр Николай Сегодня мы рубрика дешево да гнило, дорого да мило Но решили мы такой интегрировать формат как распаковка У нас же электроинструмент распаковки в принципе не было ни разу И инструмент PIT Давай посмотрим, мы может быть его покрутим чуть-чуть, попробуем его в деле Дело в том, что сейчас рынок перенасыщен предложением на аккумуляторной тематике И вы когда садитесь и думаете, блин, на какую платформу подсесть Потому что ключевым фактором является что? Наличие широкой линейки, доступность ее, если для домашних целей, да? Ну для дома, да И соответственно, чтобы она была более-менее хорошего качества и работала То есть если мы рассматриваем из профессиональной техники Это, наверное, ближайшая бы там макета, скорее всего Да вот, хотя в принципе все примерно метаба Цена? Да, там ценник получается кусучий То есть он уже где-то, вот, тушечки уже стали от 11 тысяч стоить Если вы для домашних работ рассматриваете Что из домашних есть вариаций? Широкая линейка, вот сейчас у PIT появилась, да? Есть еще линеечка у кого? У Greenworks Greenworks, она слабая, она больше садовая У Elitech есть небольшая линейка, да? Ну такая достаточно Ну они все плюс-минус, но они маленькие достаточно У всех, да, то есть нет там, чтобы 150 моделей, как у DeWalt, Makita Но производители бытового инструмента, они начали уже ориентироваться на потребителя То есть они понимают, что рынок переходит в аккумуляторный сегмент Тем не менее, вот первый, кто у нас засветился на канале, это будет инструмент PIT Потом, если какие-то интересные линейки будут еще выходить, мы других обязательно посмотрим И сегодня начнем именно с PIT Мы давно продаем шуруповерты PIT, в принципе, неплохие, за свои деньги, достаточно нормальные инструменты Данные девайсы идут в каком исполнении, Петр? В исполнении в аккумуляторном Нет, Петр, ответь неверный, садись, два Они идут в исполнении без аккумуляторов Ну я имел ввиду, что это аккумуляторный инструмент Я другой имел То есть не сетевые Это продаются тушки, в основном То есть шуруповерты идут, естественно, с аккумуляторами Но тут, оказывается, есть шуруповерты и в виде тушек Имейте ввиду, что если будете покупать энергоемкие инструменты Типа болгарок, типа гайковертов, аккумуляторных перфораторов Но нужно покупать, скорее всего, уже до 4-х амперный аккумулятор Давай, надо пока сейчас все уберем И будем потихонечку доставать и смотреть, что у нас есть Давай сюда пока назад Инструмент этот мы ранее не тестировали, не открывали, не смотрели Пока вообще не знаю, что из себя представляет Начнем давай Давай, знаешь что? Давай с аккумуляторов Аккумуляторы и зарядное устройство Давай, так Это сердце вашего автомобиля, хотел сказать А, сегодня же на другом канале видим обзор Это как папа-карло, папа-карло Про инструменты Это сердце вашего инструмента Итак, у нас есть на данный момент, Питю, какие аккумуляторы? 4 ампера И 2 Знаешь, мне что сразу понравилось? Вот ты из коробочки достаешь Обычно просто аккумулятор, а Пит такой Да давайте я вам сделаю под ваш аккумулятор крутой пластиковый кейс Мелочь Я такого не раз ни у кого не видел Да? А что этот кейс должен с собой нести? Защиту? А мне кажется это какая-то херня А он защелкивается, да? Да, да По-китайски защелкивается, но кейс не есть Мне не очень нравится, потому что вот здесь еще вот эта тема, она вот так вот вытаскивается И скорее всего это надо для витрины повешать Это наверное не для Хотя с другой стороны он в пактовке может повешаться Ну ладно, собственно говоря А сам аккумулятор Давай посмотрим на его ячейки, что там за ячейки стоят Есть варят 20 вольтный, в литий-уоновом написано Маркетинг 2-хамперный Здесь мне нравится, что резиновые вставки реально Реально нет, ну она вот смотри, сейчас сработала резинка Она спасает Давай крестовая твердка Зарядка 75 ватт 21 вольт Трехконтактная зарядка Хотя на самой батарейке Раз, два, три, четыре, пять контактов Возможно эти остальные два контакта Да они и фейковые Здесь висят в воздухе Фейковые, да У них вентиляция по всему периметру Это когда получается в воду опускаешь, чтобы сразу намокало Полное охлаждение 18650 ESR Литий-ион Дэйт-код 0707-2020 Но кто их производит, я хз А, вот тут описано что-то Хайстар какой-то Ну так тяжеленькие Что-то в них есть Пластик АБС Здесь похуже есть вариация Заряжать можно его Вот клемм и вот это вот Хотя зарядка идет Ну, обычная Кто нам прислал подделку на Евгений с Белгорода Он собрать уже полчаса аккумулятор не может Красная, зеленая Красная Красная значит плохо Зеленая это когда зарядился Ну, зеленая все заряжается Будет гореть Смотри, End Charge Green написано Конец зарядки зеленым Значит просто будет гореть Может быть гореть в кейсе будет просто А может быть мигает зеленый Целезно, а зачем красная У него защита от перегрева есть У любого литьевого аккумулятора Защита от перегрева По-любому нужно встать Здесь видишь он стоит Написано 55 градусов А 0 до 55 градусов Он должен работать А когда идет глубокий разряд аккумулятора Они могут разогреваться и до 60 Выше градусов Выделены с тестем на УШМ Ииии Шуруповерт это Так, Петюнь А У нас 4 модели Да Давай попробуем их распаковать Распаковать Показать чем они друг от друга отличаются Отличаются ли И стоимость их шуруповертов По-моему около 5000 рублей и выше Ну, мы говорим про вариации с аккумуляторами Вариации тушки Честно говоря, не знаю То есть, что три, наверное Кстати, у меня ни на одном шуруповерте не указано, что они бесщеточные Они все идут Щеточные А у нас еще была вариация Помнишь, что есть и бесщеточная К сожалению, она сюда нам в обзор не попала То есть, модельный ряд шуруповертов Он еще побольше, чем то, что у нас представлено Итак, первая моделька У нас будет ПСР-21 СР-21 Со съемным патроном Эта модель идет В чемоданчике С двумя аккумуляторами Аккумулятор 2-х амперный И обратите внимание Если вы собираете линейку На перспективу То у этой модели Аккумуляторы вам Вот они не подойдут Потому что они здесь узкие Какая штука? А здесь Аж вся линейка Она идет на широких Вот этих посадочных гнездах Аккумулятор То есть, этот вариант Только как шуруповерт И все Больше ни для чего Он не подойдет Но, как шуруповерт Он интересен тем Что у него съемный патрон Мы покажем, что у него Есть возможность Что-то битку поставить Давай поставим Да Если поставить короткую биту И поставить Одновременно сверло Получится ли работать? Ну-ка Давай Так, ставлю сверло Оп Вот Значит, это что? Это не значит, что вы сможете Поставить сюда угловой адаптер Или какой-то эксцентриковый насад Можно посверлить Потом такой Оп И по-барски закрутить Засверлил, закрутил В одном движении Удобно? Удобно Блокировка вала есть у него? Надеюсь, есть 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 В принципе, шуруповерт Можно сказать, что Для домашней цели нормально Давайте я тогда покопить Что-то про модель номер два Расскажу Модель номер два Она отличается От модели номер один Здесь еще вообще другую Тоже аккумулятор Совсем другая посадка Она широкая Но она не подойдет К этой широкой Это же три форм-фактора Аккумулятора у них уже есть Как мне спрашиваться Собрать линейку А на каждом заводе Китайская заказа Шуруповерт Будет шуруповерт Такой-то Окей, такой-то Короче, к нему линейку Все И в один момент Они так понял Блин, походу мы тупим Мы должны сделать Какую-то линейку Универсально Чтобы был один Аккумулятор Вот они как бы сделали А вот этот старый Мне кажется Говно еще осталось Все еще его продают Или там просто Более дешевую цену Предлагают Вот это Вот это Вот оно Вот Кстати Здесь нет блокировки Валл Это вот сразу В мусор Моветон Это вот это В мусор Ветон Выглядит он Очень Если честно Дешево Подметал Все Вот это Люфтящее В руках После профессионального Шурупа Это Создает впечатление Дешевее Но если честно Лежит он удобно Не знаю Он должен стоить 3000 рублей Не больше Он стоит дороже По-моему Насколько я знаю Может быть я ошибаюсь Я не знаю А знаешь Что мне не нравится У него Вот эти Они в оценке Вот так Потрогай руками Потрогай Не режете руки Вот этот Наш Неприятный Угловатый Говеный А теперь потрогай Вот это Как здесь сделано Гладенько То есть Как отличить Шурупы От хорошей Профессиональной От говна Дешевого А они там сделали Много резких Линей Как будто там Этот типа Дизайн Лексуса На самом деле Говнище Должно быть Плавненько Эргономично Удобно Патрона Это мое личное Мене У кого-то Может быть Другое Смотри Знаешь На что Обратите внимание У них указано 30 метонов На метр На шуруповертах У этого 60 ньютонов На метр Кау Это как Ты же знаешь Что-то галинит Это просто Полный Так Пока Петя складывает Можем Начали Разбирать Новый шуруповерт Это шуруповерт С металлическим Патроном Называется ПСР-20 С2 Горно Написано Что гарантия 14 месяцев Это конечно Круто Есть такая Смотри Такая Шулястик Ты можешь Хоть вместо Барсетки Так Шурик Сразу Ты на рынке Будешь Сразу Самый Надо Году Тренировок Металлический Патрон Тормоз Уже нравится В принципе Да Но Опять же Система Несовместима С остальными Системами Шурпет Можно не покупать Если вы Рассчитываете Собирать Линейку В целом Этот шурпет Мне нравится Больше Чем тот Он тяжелее То есть У них Сейчас Уже Только Как минимум Три Разновидных Модель Аккумулятора Три Три Разных Карл На хера Вам Я надеюсь Они просто Пытаются Перейти То есть Это у них Какой-то Переходный Период Или просто Заказывать На заводе Где Самая Дешевая Вариация Продается Давай Там Закажем Все Там За них У нас Такая Тема С таким Вот Шуруповерт Уже По сути Такой же Металлический Потом Все Похоже Только Режим Удара Добавился Но Он уже Идет Вот На вот Эти Аккумулятор Понимаешь Наконец Хоть Что Там Почти Три Одинаковых Подожди Получается Это Четырех Ампер А Если Я хочу Двух Ампер А Это Двух Ампер Посмотрим Подходит Вот Смотри Вот Он Который С красной Такой Штукой Вот Он Должен Подойти Да Он Подошел Сморя Подсветка Снизу А Ты Какая Мощь Вася Это Просто Душев Под Клипсу Есть Да Более того Даже Клипса В комплекте Есть Петер Но Это Еще Не Все За Эти Деньги Вы Покупаете Мазафагер Три Насадки Которые Еще Магнит Имеют Петя Магнит Магнит Карл Мультисверла В комплекте Который Метал Дерево Пластик Бетон И Поде Дорого Богато Выглядит Набор Вот Это Конечно Хоть Он И Наверное Дешевый Но Подарочный Пускай Он Будет В любом Случай Прикольно И Клипса В комплекте Идет Идет Это Здорово В целом Этот Шурик Такой Неплохой Но Знаешь Я бы Его Не Купил Мне Не Нравится У него Центр Тяжести Сейчас АКБ Поставишь Допустим Может Он Будет Более Сбалансирован Но Он Такой Громоздкий Длинный Вот Это Длинная И Сколько Щеточный Он Уже В принципе Морально Устаревший Здоровый Тяжелый Длинный Нахрена Вам Срался Помнишь Зитраковский Шуруповерт Да Он Там Был Без Тормоза Нет За 3000 Без Щеточный А Без Щеточный Ну Да Он Просто Компактный Был Вот Это В Два Раза Прошлись Ты сравни Жопу С пальцем По Жопа С пальцем По Размерам Ребята Будет удар Пускай Будет Чуть Длиннее Ну да Согласен Я не скажу Что шуруповерт Зитрак Хороший Он В принципе Не очень Хороший У него Есть Нашли Минус У него Не было По моему Чето Не было Патрон Патрон Десятка Подожди Не фиксируем Не фиксируем Че Проверим А да Косяк Нашли На нем Но согласись Как он удобный Маленький Компактный Ну да А это дичь Он сам По себе Тяжелый Вот По шуруповертам Есть еще Поправка Есть у них Шуруповерт Еще Бесщеточный Он более Менее Оптимальным У Пита Но он стоит Не 4000 рублей Он стоит Порядка 6000 рублей Это первое Второе У нас на канале Был разбор Битовских шурупов Там мы этот Питовский шурик Разбирали И второе Он не подойдет По моему На эту систему Вот эту вот Аккумулятор Не подойдет Да Давайте попробуем Протестировать В работе Начнем с самого Дешевого Поставим на них Самый мощный Аккумулятор Четырехамперный И увидим Насколько они Вообще мощные Мощные Мне кажется Он справится С этим Как Я знаю Что поворот Не не Петь С маленького Самого 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 Маленького Вот это Да Это петь Все Да А он заряжен Общает Кабачки Или так Чтобы Ну вот так Чуть Чуть Да Итак Давай протестируем На Шуруповерте Что это еще Ой Все По взрослому Удар Отключим Скорость У него Звук Более Более Серьезный Да Вот он Пошел Редуктор Да Давай Редуктор Более Менее Работает Поехали Во И все Ну Защиту Уходит Ребят Кто не смотрел Ролик С Пауэрмаксом Пауэрмакс Шури Поверт За 5300 За 5400 Метабовски Заворачивает Этот саморез Вообще Без проблем В древесину Слушай Петь А у нас есть еще О Что Что Задымился Что ли Покажи Воняет Что-то Да А ну давай Чуть Чуть Запашок Такой Пошел Да Сливуд Пошел А ну для интереса Петь Знаешь Что Давай Просто Вот этот 18 вольтовый Это Самый слабый В линейке С профессиональных Инструментов Бош Бош Да Он загонит Или нет Давай Там какая Скорость Первая Давай Аккумулятор Пятерочку Возьмем Что-то Мне Сдается Что у него КБ Слабая А тут Щетки Притираются Притираются Да Аж С дым Идет С притирки Так Дальше До конца Только не закручивали Ну все А у него Кстати тоже Защита Но уже Внизу Срабатывает Да Ну Стоит отметить Что этот Шуруповерт Самый дешевый В серии ГСР 180 Ли Он стоит Где-то рублей 7 Да где-то Пить Да где-то 7 рублей Ли 7 Слушай А шуруповерт Пит Стоит На минутку Вот этот Вот да Рублей Где-то 6 Точно То есть Они примерно Одинаковые Я понял Ты хочешь Вас спалить Да Я хочу Понять Ну Вот Крутят Бодро Идет Все нормально Странно А что он там Может в сучок Попал Притер Черт Так Давай перейдем К перфораторам И гайковертам Опа Смотри А мне что понравилось Здесь такие сразу Головочки Безкомплекте Ударные Понял Удлиненные Ух ты Удлиненные Три штуки Не одна А три То есть Это самые ходовые 17 19 21 На Колеса Автомобильные Прям нормально Ну что В принципе Смотрится Прикольно Да Петю Я надеюсь Подойдет Давай попробуем Да Уже подходит Ух А маленький Слушай Слушай Вот это тебе Ничего Напоминает Нет Я вспомнил Кое что Вспомнил Да Да А нет Смотри У него Она и работает В регулировке Мы что Обзор на Зитрековский Дековер Там вот эта Панель управления Была Только там Она не работала Здесь она работает Можно менять режим Смотри Один Два Три Скорость Скорость вращения Да Три режима Три скорости Есть Она работает Значит Как минимум Он должен быть Чуть-чуть Поинтереснее Чем тот Слушай Знаешь что заметил Они на 3D принтере Что ли Печатают Посмотри на слой Да Знаешь что Петя Сейчас то Что я здесь Сейчас увидел Самое Охеренное В этом В этом Гайкверте Догадаешься Подсветка Ты видишь Подсветку Здесь Я вообще Не вижу Наверное Проверь Это не подсветка Это в ней Самое Охеренное Что ее нет А нет Она внизу А внизу А это что Такое Это просто Закладка Защитная Типа Чтоб ты не царапал Когда ты колес Откручиваешь Чтобы диск Не поцарапал Видишь Резиновая Такая И здесь еще Пластиковая Типа Как у Гурты Что Самое Охеренное В нем Рашлес Нет Петя Нет Петя Ага Это двойной Патрон Это Дабл Пенетрейшн Двойное Проникновение О май Гад Ну раз Такая Пьянка Давай проверим Эту Штуку Круто Знаешь Ну он Загонит Вот так Вот до сюда И больше Не будет Почему Долго Сейчас увижу Он становится Ну знаешь Он неплох Он заворачивает Наверное Где-то Нетонов На 250 На 200 А сколько у него В паспорте указано 300 написано На 400 Нетонов Типа Типа Трехсотка Мне понравилось Думаешь Получится Откручить Сейчас посмотрим 300 металлокометр Деоретически Должно Влево 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 Да Чисто для интереса У нас В студии Есть Зубр Мы решили Давай сравним Примерно же Они одного класса Ну 250 Это 250 По-моему Тут же 300 Маркируется Но смотри У Зубра Габарит Побольше будет То есть Он по размерам Этот Так у него Тут извините Металл Ну здесь тоже Металл Простал Защит пластики 2800 оборотов Весок оборотов Указано 2400 Да Но здесь 250 нитонов на метр Здесь 300 Да Подсветка У него Снизу рабочая зона Индикация Коммулятор У тебя скорости Меняются на нем? Нет Не меняю А у меня Меняются Тут 250 нитонов на метр Крутящий момент По идее Слабее Попробуем Эту же Головку Открутить Гойковертом Фильм Зубер Хер там Он тоже не откручивает Тогда есть смысл Знаешь Что сделать Попробовать Болты Попробовать Кто мощнее будет Закрутить Зубр и бипит У меня встало У тебя еще идет Да И явно быстрее Да Он быстрее Ну Здесь значит Получается реально 250 Тут 300 Скорее всего Мощность выше А теперь самое дерьмо Это надо все Обратно выкручивать И я говорю Ну гаговерт неплохой Спору нет Мне тоже нормально Зашел Лучше чем шуруповерты По любому Это да Перфоратор Ооо Помнится Был такой у Интерскола 10,8 вольт Да Который вставлялся Вот так И прям Он очень похож На Интерскол Опять угадай На какой этот Перфоратор похож На Бош ГБА 680 А еще надпись БЛ Мото Такую прям Где-то Спионерили Вот кстати Первый инструмент Который идет Забрашили с мотором И заметь Какая у него Сходу рукоятка По-богатому Да сделано Это тоже буро есть Да Давай десятку У Пети Маленький Перфоратор Для работ Гибельщиков Шестерка Восьмерка Да 6,8 Хотя Он 20 вольтовый До 16 До 16 Ну он реально Компактный Блин он Петя Но он согласись Он прикольный Он офигенный Вот работать На потолках Что-то мелкое Засверливать По-моему Это очень круто Вот так неудобно Тяжелый Если ты не накопил На монтажной пистоле На двух Этот Давай двухамперник Поставим Не везде Монтажный пистолет Подходит А вот этот Тут уже На двухампернике Сколько он просверлить Так не важно Суть как бы для чего Тебе надо сделать Кабель-канал Проложить Там 20 отверстий Здесь В принципе 20 На просвертие Сколько режимов Работал Здесь На моем Два режима Режима Отбойника В принципе Дорез Сверлея Судар Вот только Вот смотри Взяв В эту В руку Вот возьми В руку Ой Да Что Это как будто Наш презерватив С пупыречками Пользоваться Причем Ты пользуешься Сам собой В руке Вот так Вот это Вот тоже самое Зачем Вот это Такой Не кайф Кто это Придумал Провинция Леошан Ребята Вот это Мелкая Такая Некомфортная Для рук Пупырчатая Структура Здесь Нормально А у тебя Нормально Кстати Вот у тебя Прикольно А здесь Она прям Вот это Так Настолько Неприятно В руке И вот В перчатке Интересно Зачем Они сделали Обрезиненную Вот эту Штуку Вот так Типа Да Я предлагаю Сейчас взять Бордюр И попробовать Побурить Раз Поехали У него Я так понимаю Петь ты какую-то Интересную Особенность Нашел Пипец У него Перепутанный Реверс То есть Как обычно Мы допустим Передвигаем сюда Класс Чтобы вращение Было В эту Сторону Правую Нажимаем Влево Вылетает Кнопка Как здесь Давай Да И нажимаем А у тебя Идет В обратную В сторону Соответственно Вправо Он Крубит Вправо Мы начали Бурить Думаем Что за херня Ну вообще Что-то Не будет Я пробудил Уже два Отверстия У меня Локация Реверс В другую сторону Китайцы Чуть Напутали Ну Косяк Есть Налицо Спору Нет По поводу Бурения Он был Вибраться В руку Вот Что мне Понравилось Вибрации В руку Почти не было А вот На этом У меня Было Ну так Ты Бурил В два Раза Быстрее Но Я Одной Рукой Держал И Прям Комфортно Дай Попробую Уйти Удак Он Легкий Вот Такую А то Нет Ну Ребят Вот Если Честно Для Монтажа 6 Это Для него Идеально Да Для него Идеально 6 8 Вот Те Кто На потолке Работать Или Вот Ему Вообще Удобно Знаешь Что мне Не хватает Лично Здесь Надо Было Делать Такую Выемку Что Можно Так Вот Брать И Вот Так Вот Брать Неудобно Тебе Идет На Излом Мне Не хватает Какой Штуки Чтоб Подвешивать Правильного Рельса Потому Что Тут Нормальный Как Привык Нажал Рельс Сегодня С сверлильно Бурильной Тематикой Мы Закончили Следующий Ролик У нас Будет На Все Остальное Разобьем На Две Часть Следующая Часть Будет Пильная Шлифовальная Резачная Резательная Резательная Да С вами Была Компания Папа Карло Компания Папа Карло И Компания Папа Карло Пока Продолжение следует...